Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Здравствуйте, дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры во Христе. Сегодня мы продолжаем передачу встречи с предстоятелем русской старообрядческой церкви митрополитом Корнилием и игуменом Кириллом Сахаровым. Он настоятель храма, старообрядного храма на Берсеневке во имя святителя Никола. Хочу еще отметить такой момент. Владыка упомянул о том, что 35 лет работал на заводе Варихово-Зоево. Ведь из разных слоев были предстоятели старообрядческой церкви до революции. Из купцов, из духовного сословия, из казаков. Вспоминая предстоятелей последних десятилетий, Никодим, архиепископ, из крестьянской семьи Молдавия, Олимпий, бакенщиком был на Волге, перевозил, так сказать, грузы. Предшественник Владыки, митрополит Андриан, был инженером на авиазаводе в Казани. А вот из рабочей такой среды, как Владыка Корнили, это, конечно, такая редкость. Уникальный случай. Что касается старого обряда в Русской Православной Церкви, действительно, дважды митрополит Иларион, возглавляющий комиссию по взаимодействию со старообрядчеством и по координации старообрядных приходов Московского Патриархата, дважды служил в Лютергию в упомянутом мною храме Покрова Врубцова. Я сослужил, участвовал при этом по старому чину, причем соборная была служба. Конечно, не все было стопроцентно четко, но тем не менее, тем не менее, в целом прошло богослужение, прекрасное пение его сопровождало. Это знаменное, да, пение? Да, знаменное унисонное пение. Я хочу еще отметить такой момент. Вот часто, есть такое слово, зазирают, то есть упрекают или критикуют старообрядцев за то, что в их среде очень много толков, согласий. Вы даже Хлыстова упомянули, которые не имеют никакого отношения. Конечно, к старообрядцам тоже перебор. Но давайте все-таки объективно смотреть. Вот недавно попалась брошюра под названием «Кто есть кто в российских катакомбах». 35 ответвлений, альтернативных официальному православию, существует. Я сам недавно столкнулся с таким случаем. Поехал в поселок Денежниково Московской области на конференцию по церковной исторической проблематике и попал чуть ли не на заседание синода истинно православной церкви в юрисдикции митрополита Рафаила Матавилова. Там десяток архиереев при этом присутствовал в этой юрисдикции. Поэтому пестрая картина, она и в мире православия. Возьмите греков. У них восемь синодов старостильных. Поэтому тут старобрядцам есть на что обратить внимание, в свою очередь. Ну а вообще, безусловно, это разделение, оно печальное. Но, слава Богу, недавно, допустим, прошел круглый стол, о котором Владыка, наверное, подробнее скажет. Он был участником, я только читал об этом, где представители и даже руководители ряда направлений в старообрядчестве встречались до обсуждения вопросов, имеющих общественный характер. Юридические вопросы, социального плана вопросы были в центре внимания. И это была историческая встреча. Аналогов вот такого рода не было в истории старообрядчества. Но вот Владыка был участником этого круглого стола. Если можно, Владыка, тогда расскажите. Да. Начну с последних слов. Аналогов не было. Опять потому, что было все время, так можно сказать, вся 350-летняя история старообрядчества, после раскольного, этого печального раскола, было временогонение. Если бы мы даже захотели бы собрать всех старообрядцев и решать проблемы какие-то, это просто было невозможно. Не в царской синодальной России, не тем более в советской безбожной. Вот только сейчас, вот время, так можно сказать, после перестройки, условно сказать, вот у нас сейчас есть это время свободно вот оглядеться, собраться, познакомиться в какой-то мере с друг другом, узнать, кто мы сейчас на сегодняшний день, сколько нас. Вот это, конечно, очень важно. Это востребовано. Сегодня мы просто не из-за того, чтобы мы просто хотели бы собраться, и, ну, там, действительно, у нас там был чайпитие, а из-за того, чтобы подумать, а как мы можем сегодня помочь нашим соотечественникам. Ведь не надо скрывать, что сейчас находимся мы в духовном кризисе. Конечно. Материальным – это само собой, но материальной разрухой в наших головах, он вот, особенно, вот как пожинает плоды вот этого постсоветского времени атеистического, вот мы сейчас пожинаем, к сожалению, вот эту разруху. Как вот мы сейчас могли бы, соединив свои усилия, конечно, мы понимаем, сейчас не так много нас, если вот, например, наших приходов старобрядческих, русской православной старобрядческой церкви около 200, есть они и на Украине, есть в Молдавии, есть в зарубежье уже, в дальнем зарубежье, вот, есть вот церковь, в которой мы встречались, это русская древнеправославная церковь, о том круглом столе, который недавно проходил, там возглавляет церковь патриарха Александр, вот, и есть беспоковская, так называемая, церковь, тоже древнеправославная, или, основное, поморская, они называют, это те люди, которые в результате гонений, так можно сказать, лишились этих самых попов, священников и иерархов, и поэтому вот они называются беспоповскими согласиями, согласиями, вот, и вот все эти множество согласий, которые имеют общее название старообряция, во всех вот это присутствует, так можно сказать, старообряческий корень в этот дух, вот, в какой-то мере, такой исторический момент был, когда мы совсем недавно, несколько недель назад собрались, вот, в центре, вот, Клыкова, международной письменской культуры, тоже символично, так можно сказать, вот эта письменная культура нас соединила, общая, и вот за круглым столом мы и познакомились, и объединились, наметили какую-то программу ближайших наших шагов по сотрудничеству, по сотрудничеству на благо нашего родного Отечества, что мы можем, как старообрядцы, носители духовности, традиций, древних, спасительных, а они же и современные, так все, как старые, все новые забытые, все это сейчас мы должны возвращаться, если мы хотим остаться русским православным народом, а вот промыслом Божьим старообрядцы это и хранят. ПЕСНЯ 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 И смертью на смерть наступи, и кровь им живой на трогу. Мы видим то богатство, которое выработало православие, пришедшее к нам из Византии, и обогащенное русским духом, оно живо. Спаси Христос всех тех, которые потрудились, приехали, исполнили вот эти замечательные песнопения. И мы поярни Морозовой, как память. Вот для этого мы собрались, поговорили, будем еще летом собираться, уже более расширенно. Если мы сейчас только в российские старобрядцы, то сейчас уже приглашение зарубежных старобрядцев летом будет такая конференция. Вот это вот такой интересный, так может, момент, выход старобрячества за пределы России. Мало того, сейчас еще у нас, еще в Уганде появились старобрядцы, да, вот несколько приходов, которые несколько лет назад обратились к нам и сказали, вот у нас информация, сейчас интернет информацию по всем видам, так можно сказать, и позитивным, и негативным может дать. Ну вот позитивное, что вот наши... И что же в Уганде это русские белые люди? Нет, они не для Господа, нет ни иудея, ни элина. Цвет кожи там, может быть, еще что для него не имеет, или территориальной принадлежности. Главное, чтобы духовно был сориентирован именно в православном таком мире, духе. Вот эти люди, которые, так можно сказать, походили по разным конфессиям, по разным приходам, вот остановились и к нам написали, чтобы мы бы хотели быть православными старобрядцами. Приехали к нам, да, вот их священник, познакомились, туда съездили, опять вот такие вот несколько контактов взаимных. Ну и вот на сегодняшний день там несколько приходов, которые, ну, вот окормляются нашей церковью, хотя имеют, конечно, темную кожу, но живут в таком, можно сказать, светлом устроении своего духа. – И они молятся на каком языке? – И молятся, да, вот это тоже проблема, которую мы встретились, конечно, для нас довольно-таки сложная. Это надо перевести на английский. Конечно, русский они совершенно не знают, тем более старославянский, древний вообще, конечно, о них. Вот, и надо все это перенести на английский, а потом на Луганду еще. Ведь Луганды – местные наречия. Вот, хотя священники по-английски знают, но вот доводят еще на местном. То есть сейчас вот процессы перевода вот этот идет, ну, вот адаптация, которая называется, приспособление. Ну, самое главное, что они поняли в этом их спасение. Это очень важно. – Владыка, я очень благодарна, и слава Богу, что вот такое соединение и открытость идет. Потому что, вот смотрите, я родилась недалеко от Верхотурья, это Северный Урал. Туда были высланы мои бабушки. А старобрядцев там много. Да, очень много. И я даже помню девочкой маленькой, мы приходили в семью, там была такая бабушка Манефа. Имя-то какое старобрядческое. Имя-то какое красивое старобрядческое имя. Так вот, эта бабушка Манефа, она, ну, как бы, несколько гнушалась, гнушалась, ну, никонианцами. Она говорила, бритаусы, табашники, она правильно говорила. Но ведь мы же не можем сразу стать святыми с крылышками. Вот я не могу платочек в роспуск одеть, хотя мне это очень нравится. Очень нравится. Но, тем не менее, вот немножко вот пренебрежение к нам осталось или нет? – Ой, нравится, надо, тут не то, что нравится, не нравится. Есть какие-то законы, особенно церковные, платочек. Вот, платочек прописан у апостола, что женщина должна быть в платке. Вот здесь нравится мне или не нравится. Вот если я считаю себя православной, христианкой, вот то я должна... Это в какой-то мере, Нина Васильевна, это крест сегодняшнего нашего человека. Да, сегодня нет гонений таких страшных, которые вы вспоминали там, после Раскольной или советские времена страшные, атеистические. Ну, вот какой-то крест для спасения обязательно понести. Ну, вот крест примерно я должна в платке быть. – А в церкви нельзя? – В церкви нет. Вот, да, вот в этом крест. Где-то женщине не дозволяется в брюках ходить. Вот, мужчина должен при бороде быть. Это опять тоже крест сегодняшнего мужчины. – Почему? Это признак пола – борода, усы, да? – Вот это то, что Господь дал, сотворил. Да, вот это тем мы, если меняем, мы этим противимся Господу. Первое такое может быть. Опять все записано в правилах святых отецов. Нет того, что вот старобряцы опять говорят, такие строгие, они вот говорят, давайте отращивайте бороды по своей строгости. Никакой строгости тут нет, потому что наши предки, на фотографиях мы прекрасно видим, вот, столетние и так далее, давности, фотографии сохранились, мы не увидели никого из бритых верующих наших предков, особенно, когда вы говорите про старобряческих своих предков. То есть вот это очень важно вспоминать, кто мы, и вот старобряцы, вот я еще раз говорю, с Божьим промыслом, вот это вот и сохранили на сегодняшний день. И вот Распунин говорит, даже вот эта их миссия, она приравнивается к защите нашего Отечества. Действительно, духовная защита нашего Отечества. Русейша из русских, как тоже назвал. Вот это, действительно, вот это русское по духу, по выражению. Здесь ничего нет мелкого, второстепенного, потому что это внутреннее и внешнее, оно очень и очень связано. Это нельзя сказать, что я вот внешне, или внешне как хочу быть, а внутри у меня Бог. А мужчина говорит, а у меня внутри еще борода, да еще, говорит, подлиннее вашей внутри, в душе у него борода. Там пойди проверь, есть ли она у него борода, или там что внутри, то Господь видит. То есть мы должны соответствовать все и внешне, и внутренне, вот тому строю, что ли, духу, образу истинного христианина. Вот та Святая Русь, если мы будем возвращаться и старобряться, как-то его пытаются напоминать, вот это и есть. Вот мантия наша малая. – Да, я смотрю, красные полосочки – это мученичество. – Да, красные полоты – это мученичество. И потом царская, так можно сказать, одежда от Христа, как бы, царская порфира, она именно вот это вот в какой-то мере и обозначает. Вот царский мученичество, кто? Господь наш Иисус Христос. Вот мы за него, инокем, должны мучиться. Кстати, посмотрев этот вот фильм, который создан… – Раскол? – Нет, не Раскол, Раскол, да, действительно, это достали. А фильм, который первая литургия Владыки Иллариона, отец Леонтий говорит, ты ему, говорит, передай, как ему идёт старый обряд. Ведь Владыка специально сшил вот эту мантию, Илларион. И в ней снимается. – Алфеев. – Да, Алфеев. Вот, и в ней снимается. Говорит, как ему идёт, как строго, потому что потом после Раскольной уже… – Да, да, она всё стала отходить, вот эти какие-то широкие рукава, какие-то шапки надутые, ещё чего-то. Вот, как и в иконописи, всё это пошло как в пене, всё это пошло раздуваться, так можно сказать, как павлиний хвост. Ну вот. А строгость ведь должна, конечно, строгость в церкви. – И на мистическом уровне, да, Владыка? – Аскетизм. – Да, всё это связано, Нина Васильевна, всё связано, вы сами понимаете, прекрасно. – Ну вот я сказала, террор среды. Ну вот как я пойду по улице, когда все одеты в европейскую одежду, такую интернациональную, а я пойду… – Сейчас вот, для них вот тоже проблема очень большая, даже больше, чем… – У нас никогда не отходили. А вот у них приходит, вот отец Кирилл, как у вас вот решается действительно так сложная проблема? Правильно, Нина Васильевна говорит, как женщина? – Ну здесь, конечно, должен быть пастырский такой подход, аккуратный, без такого давления резкого, а постепенное подведение вот к этому, что это необходимо, что это важно, что это украшает человека, что это во всех отношениях прекрасно. Постепенно такой подход. У нас даже, по поводу нас точнее, даже были такие представления, что якобы на нашем приходе не допускаются до молитвы те, кто без сарафанов и косовороток. – А сарафаны какие? Косоклинные, да? Настоящие русские сарафаны? – Ну да, да. Это, конечно, уже перегибают. – Нет, я можно в скобочках скажу? Косоклинный сарафан – это тоже, владыка, на мистическом уровне необыкновенный наряд. Мне подарили холщовый косоклинный сарафан. Вы знаете, в нем удобнее, чем в джинсах. Колючки не пристают. Фигура кажется идеальной. Толстым идет, худеньким тоже идет. То есть, как колокол, какая красота необыкновенная. Пластика движений. И не пачкается, если правильный поход. – Правильно, я сколько замечал. Наши женщины в этих сарафанах, они разноцветные. На службе, когда они выходят, у нас выход с клеросов. Как это действительно красиво. Мужчины в кафтанах, таких черных, да. И вот женщины. Собственно говоря, наша служба, какая Русь была, это образно машина времени. Вот мы зафиксировали, это 17 век. И в нем остаемся. И кто приходит, вот может сказать… – Ну, как вы остаетесь, Владыка? Электричеством вы пользуетесь? Машинами пользуетесь? – Так, ну, машины в церкви мы только здесь подвозят. Мы раньше действительно на лошадях просто их перевели. Вот, электричеством мы стараемся не пользоваться. – То есть, свечи? – Вот, только в основном, скажем, служба. Служба у нас вот паникодил. – Для технических целей. – Для технических. – Подсветка. – А когда служба идет, да, вот паникодил. У нас там несколько, самые громадные, больше ста свечей. Это очень красиво, кстати. – Символик, это духовное небо. – Да. И вот это, ну, тоже сказочно, так можно сказать, красиво. – Не знаю, как в Уганде, Владыка, но вот у нас в России, я вот сколько наблюдаю старообрядцев, сохранилась порода, русская порода. То есть, лица иконописные. Удивительно, почему это происходит, наверное, потому что вы как-то живете не смешиваясь. – Ну, благодарю за, как раз, комплимент. Ну, жить в мире и быть независимым от мира, ну, просто невозможно, сами понимаете. И сказать, что мы не смешиваемся, и какие-то действительно такие нам ярлыки наклеивать, что мы действительно и мясо не едим, и, не знаю, что, и вино не пьем. – Не курите. – Ну, вот с курением, действительно, я подтвердил, действительно, курение для старообрядцев – это большой порог. – Каждый из старей. – Большой порог, да. И вот, как бойцы, на уровне, так можно сказать, нашего бытового, нашего физического, так можно сказать, состояния духовного, всё это связано, я ещё раз говорю. И курение – да. Ну, сказать, чтобы не пьющее, нельзя, так сказать, да, вино веселит сердце человеку, сказано. Ну, здесь границы, есть пьянство, есть упивание, а есть какое-то застолье, которое допускает, и когда вот люди начинают общаться, когда духовные стихи, кстати, вот это тоже интересно очень, как вспомнил про застолье, вот отец Кирилл, наверное, и тоже у них там вот эта традиция возвращается, духовные стихи, которые тоже наши, старообрядцы 17 века, это, может быть, даже бы, да, вот, может быть, если у нас будет продолжение, мы бы могли бы даже прийти с нашими певцами, у нас молодёжь довольно-таки много, у нас есть духовные училища, и там есть, так можно сказать, хор, который выступает. Песня «За всех, молящейся благая, передающейся благая, державный твой покровь». Отец Кирилл, когда у нас была презентация этой книги, слышал своими, кажется, ушами, вот, это очень красиво тоже услышать, вот это пение, восполнение мужчин, одетых в кафтаны, с бородами, но само по себе уже, это не артисты. А у вас на грязи только мужчины? Нет, есть и женщины, и мужчины, но и хор есть смешанный, но просто я говорю, самой какой женщины, вот это одеты, как мы сейчас стали говорить, и вообще вот это всё старинное, что сохраняют, это нам очень сейчас нужно возвращаться. Ну, вот вы, как поэт, наверное, тоже понимаете, вот, приветствие. Вот мы, когда приветствуем, говорим, что, ну, или приходим вот в дом старинный, мир, дом, сему. Вот это сейчас до сих пор, вот все старобрядцы, приходя друг к другу в дом, говорят, вошёл, да, вошёл, не знаю, где у вас, а у нас как будто что-то, зафиксируют обычай, вошёл в дом, нашёл глазами красный угол, там икона, перекрестился, пока ничего не говоря, перекрестился, поклонился, и сказал, мир тому сему. И что должны вот ответить, если, говорят, у вас есть? С миром принимаем. Вот такой вот обычай, который, ну, вот сразу... Это уже вернулось. Да, уже выделяешь, что ты наш. Вот. Вот когда, значит, мы благодарим, мы благодарим, наш или не наш, вот благодарят, ну, спасибо. Наш сразу ухо востров, старообрядка, какое спасибо? Спаси Христос. Да. Спаси Бо, это, так можно сказать, из двух слов соединения, которые по нашей ленности, так можно сказать, превратились в одно слово «спаси Бог», а так «спаси Бога». Ну да. Спаси Бог. Оно концентрировалось в одно слово «спаси Бо», и поэтому наши старообрядцы такие вот доморощенные, такие, может, услышат, «пускай твой Бо тебя самого спасает». Бо – это какое-то языческое в их представлении. Вот никаких «спаси Бо» не допускается. Спаси Христос, ну, нейтрально благодарю. Вот это вот очень важно. А спасибо Господи. До свидания. До свидания тоже современные. Ведь раньше обязательно уходя «простите Христа ради». Это называется вот «прощение». Да. «Простите Христа ради», они отвечают, «Бог простит». Вот такой вот встреча, прощение, пришли. Вот всё это вот, это тысячи мелочей, которые, вроде они мелочи, а складываются в один образ русского православного человека. Ну да, слово «прощайте» – это, то есть «простите». Простите, да, «простите прощение». Я ухожу, прощу, я не знаю, вернусь я сюда, увижу ли тебя, потому что непредсказуемо наша жизнь, вы представляете, да, может, и не вернуться, в последний раз я вижу. Поэтому «прости Христа ради меня». Бог просит, как прощен в воскресенье, вот недавно мы просили прощения, а это такой постоянный православный обычай. Инна Васильевна, я хотел добавить, вот, бывая в глубинке, ежемесячно, неделю проводя, посещая разные деревни и пытаясь там, как-то, возрождать церковную жизнь, молясь в полуразрушенных храмах и так далее. И вот, знаете, когда со временем появляется среди первых прихожан тех, кто, ну, соответственно, одет уже и платки под булавочку, а не так, как разнобой, как, так сказать, все это, разношерстность. Это вот как бы очаги гармонии и упорядоченности. Вот эти вот фрагменты, первые, значит, члены этих созидающихся общин, вот, когда они по форме вот так соответствуют, вот такие как очаги гармонии воспринимаются. Это просто вот, я это ощутил опытно. Я хотел еще отметить, что ведь 10 лет недавно исполнилось с того времени, как владыка Корнилий стал предстоятелем Русской Православной Старообережской Церкви. Как раз к этому юбилею вышел сборник его выступлений, интервью, была презентация, как мы говорили, в Савянском фонде. Вы знаете, если два слова сказать об этой книге, она приятно удивила большим таким спектром затрагиваемых вопросов и проблем. Здесь все. Здесь и о Евхаристии, о покаянии, здесь наставление священнослужителям. Кстати говоря, владыка сравнивает тех отцов, которые перебарщивают в строгости, иногда бывает и отсебятина, чего говорить, сравнивает с маленькими папами на приходе. Вот есть папа один, непогрешимый, как католики считают, а есть уподобление ему, вот маленький папа на приходах, которые, ну, где-то перегибают палку, что ли. Владыка так по-отечески вразумляет, предупреждает, что нужно все-таки держаться золотой середины. Здесь ряд интервью, которые он дает, здесь исторические экскурсии. Вот красной нитью проходит мысль о том, что наше, вот древнерусское благочестие величайшая ценность, которую старые братья сохранили, и важно, чтобы наши соотечественники познакомились, приобщились к этому духовному богатству. И вот говорили о покаянии, но старые братья так скромно обычно отвечают, каяться нужно не перед нами, а перед теми подвижниками старины, теми, кто пострадал, защищая древнее благочестие. Ведь если признанные клятвы на старые обряды, как наложенные, в общем-то, безосновательно, то возникает вопрос, а как же быть с теми жертвами, с теми, кто пострадал, защищая древнерусское благочестие. И вот, на мой взгляд, если говорить о какой-то перспективе в наших взаимоотношениях, самое вот сейчас востребованное, как бы на поверхности лежащее, как мне кажется, это вот покаяние, сожаление за те гонения, которые имели место, имели место. Вот я обычно так сравниваю. Представьте себе, два соседа поругались, и потом один говорит, ну ладно, брось там, мы забудем, а ведь он оскорбил, он мог даже и физически воздействовать, и так далее. Но так не бывает, нужно как-то все-таки извиниться за инцидент. Мне кажется, что вот в плане психологической какой-то разгрузки снятия этого напряжения, вот следующий шаг, после того, как были сняты эти клятвы, выражение этого покаяния, по примеру, как Владыка упомянул, русская зарубежная церковь, которая сделала это в 2000 году на своем соборе, это вот, на мой взгляд, очень востребовано, ожидаемое такое вот событие. Ну, очевидно, это произойдет. Дай Бог. Произойдет. Зависит от священного начали, я так понимаю, да? Кстати говоря, нынешний патриарх, еще будучи митрополитом, на одном из соборов, на эту тему выступая, приводил пример зарубежной церкви, и смысл был такой, что, ну, вообще-то логично, и желательно поступить аналогично, но нужно, чтобы, конечно, это было общее такое желание. Для этого нужно просвещать, говорить на эти темы. И вот наша передача, я думаю, вкладом является... Послужить к этому, конечно. Дорогие телезрители, беседа очень интересная, время наше заканчивается, но мы обязательно продолжим эту интереснейшую встречу. Всего вам доброго, храни Господь, до новых встреч. Бог вам в помощи. Всего доброго. Сыне Божий.